Друзья, всем привет! На дворе выходной день, а это значит сегодня у нас ролик про недвижимость. Прямо сейчас мы уехали на север от Москвы в 100 километров. Здесь рядом находится город Дубна, который является Московской областью, и рядом находится город Кимры, который является уже Тверской областью. А за моей спиной каркасный дом, куда нас пригласил его владелец. В этом сюжете мы с ним познакомимся, и он детально расскажет нам, как этот дом был построен. Потому что все строительство от 0 до 100 шло под его присмотром. Расскажет, каково это проживать в каркасном доме. Дому на секундочку уже практически 10 лет. В общем, этот сюжет будет максимально насыщен по информации и полезен. В ролике у меня, конечно же, будет спонсор выпуска, но я о нем расскажу чуть позже. В тот самый момент, когда это будет действительно актуально. В общем, присаживайтесь поудобнее, ролик будет насыщенный и уютный. Приятного просмотра! Знакомьтесь, Никита! Никит, огромное тебе спасибо, что пригласил в гости. У тебя, знаешь, по первым ощущениям действительно очень уютно. Все чистенько, аккуратненько зашли к тебе в гараж, до которого мы дойдем. Друзья, в общем, ролик будет действительно насыщенный. Давай начнем с самого начала. Насколько я знаю, в 2011 году ты покупаешь вот этот земельный участок площадью 10,5 соток. И в 2012 году начинаешь строиться. Вот расскажи кратенько, почему ты выбрал именно местоположение здесь? Ну, здравствуйте всем. Поделюсь своим опытом. Сразу скажу, не претендую на правильность решений, поскольку не специалист в области строительства. Ну, думаю, может кому-то будет полезно, не сделают каких-то ошибок. Когда начал выбирать землю, ну, поездил по окрестностям, как обычный человек. То есть некоторые участки как бы устраивали, но обратился к знакомому, который чуть разбирался в этой проблеме. И он забраковал, скажем так, мой выбор некоторый. Вот, потом я приехал сюда, посмотрев на окрестности, меня все устроило. И решил все-таки строиться здесь. Первый момент. Сколько стоил этот земельный участок? На 2010 год, 2010-2011, я заплатил полтора миллиона. При этом у тебя здесь есть по сути и по сей день только электричество. Только электричество. Газа нету, центрального водоснабжения, канализации, ничего нету. Кроме электричества ничего нет. Тебя это не смутило? И не смущает и сейчас. Как пал выбор на строительство именно каркасного дома? Почему не из кирпича, блоков? Почему именно каркасник? Поскольку, как говорится, у людей у многих средства ограничены, то каркасник это немного, подчеркиваю, немного ниже, чем дом из газобетона. Ну и по скорости это быстро. И хотелось дерево. Всегда хотелось дерево. Проект дома ты рисовал сам, нашел готовый. Проект как таковой я не делал, кроме планировки дома. Планировку рисовал сам. Внешний вид я нашел просто фото в интернете дома, который мне понравился. То есть ты взял фото в интернете внешнего вида, нарисовал планировку, нанял бригаду. Да. И они начали строить. Да. Сколько времени ушло от 0 до 100, чтобы построить дом, и чтобы ты в него уже мог заехать и жить? Примерно полтора года. Строили постоянно или были какие-то промежутки серии 2-3 месяца здесь никого не было? Постоянно строили, как бы больших промежутков не было. Никит, важный вопрос. Вот на момент, подчеркиваю, 2012-2013,5. Сколько денег в круг ты отдал за дом? Вот смотри, посчитаем так, что построился дом, утепление, вот это все сделано. И самое необходимое для жизни. Вот сколько ушло денег? Примерно 3,5 миллиона. Это уже с мебелью. То есть я подсчет скрупулезный не вел, чтобы не расстраиваться сильно. Соответственно, ну 3,5 это вот все, что там есть внутри, примерно так. Как думаешь, на сегодняшний день какая бы цена получилась? Можешь так примерно предположить? Мне кажется, 5-6 где-то вот так. Ну это оптимистичные подсчеты. Я думаю, что примерно так. А прежде чем мы продолжим наш сюжет, я хочу порекомендовать всем предпринимателям, всем людям, у кого есть свой бизнес, и тем, кто работает в организациях на должности по развитию. А порекомендовать я вам хочу коммуникационную платформу для бизнеса UIS. Данный сервис по доступной цене позволяет контролировать ваш бизнес через интернет. Давайте расскажу простыми словами, как это работает. Вот у вас есть номер организации, на который звонит ваш потенциальный клиент. И там его встречает голосовой помощник, который распределяет его на нужного сотрудника. Оставить новый заказ, узнать статус по текущему заказу, связаться с руководителем, получить какую-то консультацию. Знакомо? Все это делает UIS. При этом ваши сотрудники могут находиться в разных городах. Ваш бухгалтер находится в Петербурге, ваш юрист находится в Америке. В общем, где бы вы ни находились, человек нажимает на цифру 1, 2, 3 и связывается с нужным сотрудником. Все разговоры записываются. И это помогает менеджеру вспомнить, о чем был разговор и подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда может узнать, почему сделка не состоялась, прослушав этот разговор. Есть полезная фишка в виде онлайн-мониторинга, которая показывает ситуацию в компании в целом. И по каждому сотруднику отдельно в режиме онлайн. Это помогает прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу бизнеса. И это только малая часть возможностей UIS. По сути, вы просто меняете оператора связи, но при этом получаете огромный функционал. Многие переживают за свой номер, но я бы не хотел от него отказываться. Так и не нужно. Эту услугу можно подключить на ваш номер. Но если хотите, вы можете приобрести новый номер, включая региональный или федеральный. Все подробности будут по ссылочке в описании, потому что есть красивые номера, которые легко запоминаются. Таким образом, у вас будет один единый номер, на котором у вас может работать неограниченное количество сотрудников со всего мира. И вы всех их сможете легко контролировать. Когда-то такие услуги стоили огромных денег. Но сегодня облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. Вы просто посмотрите на эти цены. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Убедитесь в этом сами, переходите по ссылочке в описании, получите первый месяц использования в подарок. Поверьте, после первого месяца вы автоматом становитесь постоянным клиентом ЮИС. Пользуйтесь на здоровье. Никит, вот полтора года устроился дом. А сколько человека устроило? Два человека. То есть помимо того, что приезжала в определенные моменты техника, копала или они вручную рыли под фундаментом? Они вручную все делали. То есть этот дом построил два человека? Да. Расскажи, пожалуйста, как он построен? Что у нас идет по фундаменту? Что у нас за дерево? Какой у нас утеплитель? Ну, тут почвы песчаные. То есть тут нет ни грунтовых вод сильных, никаких ничего. Вот, соответственно, фундамент ленточный, неглубокого залегания. Вот, пирог стены, если считать изнутри дома наружу, то, соответственно, вагонка, обрешетка, потом, соответственно, обрезная доска, потом пароизоляция. потом 200 если в стене утепление потом соответственно ветра защита потом соответственно обрезная доска потом обрешетка и имитатор бруса утепление значит в полу и в стенах 200 в кровли 300 вопрос вот про такие дома очень часто говоря про каркасники что в зимнее время холодный пол если что-то сделать неправильно вот у тебя как зимой у тебя же подогрева пола нету подогрева пола нет отопление но стандартные батареями но тут у кого как ощущение то есть я держу на градуснике 21 23 дома по мне пол теплый то есть сказать что он холодный я босиком ты можешь зимой походить по нему босыми ногами и будет дискомфорт босыми я боюсь что только с подогревом я могу походить на полу без подогрева пола босыми нигде не хотел вот за 10 лет какие косяки от выявить можно сейчас смотри давайте так друзья вот вы эту сторону который видит она получается является южная другая сторона которая сейчас находится в тени она является северной и вот косяки по домам да по дереву то что тут по шарканье это вот за 10 лет произошло то есть ты ни разу за все это время два раза дом не красил нет ни разу не так как его покрасили при постройке так и есть вот соответственно но это выделение смолы тут как говорится трещины в дереве ты находил еще что-то какие-то места куда поддувание начинает происходить что-то забивается птицы начинают видеть гнезда вот таких да мне нормально построенный каркас никогда то соответственно никаких там поддувание ничего не будет кровля вся подбита так что птицы туда не проникают вот поэтому тут окна у тебя всегда нормально открывались не было такого то что перекос пошел по дому дверь нужно было подрегулировать потому что она задевает окна всегда открывались нормально но проблема в россии с окнами существует такая что но много некачественных окон ну мне повезло чуть больше то есть у меня особых огрех по окнам нету но если вот кто-то допустим как говорится увлекается строительством там то все то можно сделать рамы у которых будет между стеклами зазор там около 7 8 сантиметров финский вариант и тогда у вас не конденсата ничего никогда не будет при всех морозах поэтому а у тебя есть конденсат бывал иногда бывает да иногда в сильные морозы бывает да а вот в силу того что конденсат как правило влага дополнительно это соответственно возможность пойти плесени за этим никогда не следил там может быть в ванне еще угнет такого как бы нигде не было почему собирается конденсат потому что но я как бы живу один и вентиляции которая постоянно на улицу вытягивает воздух нет у меня стоит рекуператор то есть соответственно если вы хотите вы можете включить вентиляцию не нужно можете выключить а так вентиляция через приточно вытяжные клапаны идет естественно и все и этого достаточно мне достаточно если я так подозреваю человека 4 жила бы в доме то нужно было бы пользоваться рекуператором чаще вот такой вопрос когда допустим лето в доме жарко или в доме комфортной температуры если не открывать окна вот в этом плане если вопросом этим заморачиваться было жаркое лето когда то снаружи просто закрываем чем хотим окна главное снаружи чтобы они не прогревались внутрь и соответственно ночью чтобы дом проветривался с утра если проветренный дом мы закрываем двери то все то до вечера комфортная температура сохраняется в доме у тебя нет ни одного кондиционера кондиционер я нет не ставил пойдемте ближе честно скажу также не являясь никаким специалистом просто делаю то что мне в удовольствие как правило про каркасные дома чаще всего бывает приезжаешь когда все сделано из говна и палок вот эти все доски они все рассыхаются становятся такие щели огромные здесь же мы вам в деталях покажем то что есть трещины но не такие большие при условии того что дома уже по сути девять лет к посмотрите хорошо сделано водичка уходит спокойно водоотвод все сюда сливается и дальше это все уходит за периметр специально отведенную каналу правильно здесь и здесь два момента у некоторых просто бывает так то что оставляют просто воду и все это встекает нахрен в подвал в подвал мы сегодня слазе что за дерево ну да обычная елка то есть никаких изысков нету просто единственное что имитация бруса она напилена чуть шире чем обычно идет и все для вида по низу также у нас идет просто для декора то просто панели вопрос такой никита вот эта часть веранда который у тебя идет она получается у нас не всесезонная ну да весна лето зима даже весна осень не зима весна осень ну желание не было вот сейчас природа делай там до утеплить сделать так чтобы можно было зимой находиться или не по как я и пользуюсь мне хватает меня устраивает то есть не скажу что есть какое желание люди писали в комментариях когда мы сделали публикации в инстаграме канала по дорожке что у тебя дорожка сделано извилиста для чего так сделал почему не пустил прямую да я читал там как можно в трезвом виде ходить по такой дорожки но я верно скажу что вот с момента как я заселился в дом вот девять лет живу практически я в пьяном виде по ней ни разу не ходил соответственно как-то все-таки можно поэтому вопрос тут чистый дизайн касательно забора есть и эстеты уже европейского уровня которые считают то что глухие заборы стоит некрасиво нужно ставить заборы такие чтобы с улицы тебя могли видеть соседи могли просматриваться чтобы все было в открыто твое мнение по этому поводу читал этот тоже комментарий почему кругом заборы из профлиста вот ну соответственно тот человек которого написал будет когда себе строить может поставить низкий забор может вообще не ставить а когда он захочет позагорать вся на участке либо ну походить там как-то в трусах например да он тогда уже будет профлист к чему-то прибивать к своему низкому забору или к сетке прикреплять ну то есть на его усмотрение пойдем к тебе в дом дома тебя получается 100 квадратов и двухэтажный желая 100 квадратов да мы сможем посмотреть как там сделала планировка с проблемами друзья никита приглашает нас в гости пойдемте мы заходим с вами на веранду можно назвать предбанник кому как больше нравится размер следующий 3 на 8 24 квадратных метра смотрите сделано в принципе все уютно подчеркиваю что этому всему уже более девяти лет вы можете делать выводы как построена друзья прекрасно вас понимаю что по картинке можно снять так что все в идеале но я знаю что среди вас есть такие специалисты которые даже через картинку смогут найти какие-то косяки дать полезные советы напишите обязательно в комментарии здесь в общем пространство достаточно и в летнее время присесть чайку рыбки картишки с друзьями там что угодно специально сделаны шторы для того чтобы можно было закрыться и здесь соответственно будет ну допустим ты уехал на работу жары будет меньше потому что сейчас здесь тепло на улице примерно 23 градуса здесь у нас идет дополнительная кладовочка с помощью которой можно хранить вещи вижу стартер для гриля отличная вещь лестница и выход на чердак обратите внимание что висит сверху дополнительный обогреватель как называется инфракрасный обогреватель вот твой опыт скажи как полезная вещь ну лучше пользоваться обычным тепловентилятором поскольку эта вещь мне не понравилась с точки зрения того что голова ощущает чуть тепло ноги все равно в холоде и самое главное что здесь у тебя помимо него больше никаких элементов для подогрева нету нет нету я как бы пользуюсь в теплое время года слушай ну а зимой вообще если вообще толк будет в целом как-то хотя бы помещение если теплый вентилятор включим снизу а этот сверху то в общем то можно будет находиться шортах можно будет посетить шортах навряд ли зимой то есть а в курточке в легкой можно спасибо не скажет в куртке да в общем то слушай сделан у тебя дополнительные элементы для декора цветы ну я их назову цветы мы мужчины да все что цветет все цветы ну уютно согласитесь друзья смотрите прекрасно вышел газончик у тебя красота пойдемте в гости дальше прямо интересно как он сделал планировку мы входим в дом смотрите в силу того что никита уже продуманный у него здесь были прикрыты жалюзи и здесь на самом деле очень комфортно ходить здесь жары нет вообще никакого то есть не так как на террасе например здесь первым делом нас встречает такой мини гардероб все вещи все сопутствующие то что нужно для ухода за обувью можно убрать соли человек же это один вот покажи пожалуйста как круто все сделано смотрите у него просто все с иголочки все расставлено все чистенько друзья никита разведен поэтому дамы я оставлю на него инстаграмчик пишите это тот кто вам нужен дома смотри вы просто посмотрите как все у человека реально круто сделано смотрите по делу здесь место достаточно все грамотно распланировано все мы вам показываем смотрите в до любра на кроссовке то есть это может быть скажет что что скос большой но ты взял оделся ушел вот стульчик собрался вышел мы проходим дальше это пространство которое вы сейчас видите она по площади смотрите от стены до стены 6 на 8 то есть 48 квадратных метров здесь у нас скажем кухня совмещенная с гостиной можно собрать диван присесть можно купить дополнительно большой стол чтобы собрать друзей подчеркиваем да делаем акцент на том что человек же это один вот мы сейчас никита разговариваем он говорит канал строй хлам петрушка приходит прыгать то что вот да не бетон и в силу этого слышим дополнительный гул но один живет он говорит мне какая разница правильники кто там по потолку бегает не бегает при этом если мы сейчас начнем подниматься с вами по лестнице я начну по ней бежать то действительно вот этот чувствуете слышно но это каркасный дом это его минусы поэтому тут делайте выводы сами идите ближе покажу вам следующую историю расположена душевая кабина которую пользуются каждый день там можно сполоснуть руки а вот здесь находится сауна не то многие мечтают иметь свой дом для того чтобы была баня а у тебя сауна внутри дома вот расскажи пожалуйста опыт по площади здесь примерно около шести квадратов но тем не менее то есть два человека у себя запросто лягут будут балдеть а так можно и небольшой компании залезть вот расскажи свои наблюдения многие рассказывают о том что если неправильно сделать вентиляцию начнет гнить начнет плесень как у тебя все это сделано ну когда строил дом хотелось обязательно сделать сауну вот тоже начитался много про то что как бы много минусов типа будет там влажность еще что-то первый аспект значит делать вентиляцию правильно вентиляция в инструкции к печке обычно расписано как идет вот у меня харви а вот потом значит печь выбирать у которой много килограмм камней вот тут 100 или 120 килограмм камней и вот сделал я еще стенку дополнительную из кирпича чтобы она на себя забирала тепло и потом инфракрасное отдавал его меня вентиляция все сделано попарился вышел включил вентиляцию все она все отсюда высасывает всю влажность все нормально как бы сколько пользовался минусов я не вижу для меня плюсы с точки зрения того что вы сэкономите на том что не будете строить отдельный дом который пойдет для бани а это в наше время довольно большие затраты какую температуру можно здесь сделать можно сделать до 110 как на пульте к печке но соответственно комфортно париться чтобы это 75-80 я не сторонник больших температур то бишь если здесь сейчас начать лазить по низу никакой плесени гниения нигде нету можно посмотреть сейчас вот друзья под полками можно посмотреть в общем если бы что-то здесь было бы то соответственно тоже давно давно бы все проявилось а так друзья восемь лет даже девять по факту и все чистенько аккуратненько и вот эта сауна была построена при строительстве дома то есть это не вчера там как-то была интегрирована сразу до самого начала сразу все просто к тому что здесь действительно по крайней мере ты заходишь все чисто и приятный запах до сих пор стоит это дерево обычно бывает со временем это уходит но здесь прямо действительно круто ну если убирать в сауне соответственно будет все нормально если вентилировать что проблем не будет чувствуете да вот опять же у меня есть тепловизор но сегодня на улице 23 градуса и соответственно не совсем корректно с ним будет работать по хорошему если бы сейчас было бы минус 20 было бы неплохо что сделать включить его и походить по углам посмотреть где что уходит а здесь у нас есть окно оно глухое понятное дело что сто процентов по периметру будет идти холод и вот было бы круто в зимнее время прийти в подобный дом и вот полазить посмотреть потому что я уверен что ну конечно откровенно говоря если ходить босиком по дереву зимой да вы чё это как бы надо шерстяные носочки опять же как посмотреть с одной стороны вроде бы минусы с другой стороны в шерстяных носочках уютно дома но сделано на самом деле вот с точки зрения что все убрано что все расставлено на своих местах очень круто вот даже тот же самый зеркало да то же самое зеркало для полотенцев ну реально посмотрите я думаю вам этот дом точно понравится знаешь никит стиль и особо не разбираюсь может быть от этого она и интереснее легче людям смотрится поэтому я могу сказать что дома у тебя построен в стиле скандинавском или же какой-то домик охотника просто коза хочет и домой тут я про рабочий стол своя атмосфера на кухню смотрим по-другому немножко сделано вот расскажи в целом что у тебя сделано по дому то есть ты подъезжаешь к дому у тебя автоматически открываются ворота ворота да с пульта открываются могу посоветовать вот с точки зрения удобства пользоваться датчиками движения для включения света то есть соответственно я в ворота заезжаю включается освещение во дворе вот я прохожу по дорожке до дома захожу на веранду включается освещение на веранде само и соответственно проходя через предбанник или как сказать вот это помещение до коридор в нем тоже свет автоматически включается включается то есть уже в голове этого держать не надо но с моей точки зрения это очень удобно при этом у тебя есть термометр который показывает температуру внутри дома и на улице печка которая автоматом все это поддерживает правильно котел да если выставить на термостате температуру то соответственно он поддержит это в автоматическом режиме вот мы с тобой самом начале сказали что на территории этого участка нету ничего кроме электричества воду откуда ты берешь как-то делал вода значит у меня организована значит одно место это колодец ну и вместо колодца то есть в колодце был какой минус в колодце иногда вода если мы для полива много берем она заканчивается поэтому сделал под домом скважину скважина поскольку тут залегание воды такое что глубокой скважины не надо в двух или в трех местах подмосковье по моему есть такие места вот то есть всего лишь пять с половиной метров и скважины вы берете воды столько сколько хотите а вода какого качества есть очистные сооружения ставил такие продвинутые для воды кроме фильтров механических ничего не стоит сосед ради интереса отдавал воду на экспертизу то есть питьевая вода то есть можно сейчас налить из-под крана и воду пить да я именно так и пью у меня есть фильтра но пью я из-под крана расскажи еще интересный момент с которым ты столкнулся вот все мы люди простые всем из чего-то начинаем на чем-то учимся когда ты купил участок он у тебя был под наклоном и наклон был примерно 50 сантиметров ну да перепад высоты на 40 метров буквально там полметра не больше вот соответственно ну чтобы его чуть-чуть выровнять я думал что сколько там уйдет камазов там ну 10 максимум опять же человек знакомый который разбирается в теме сказал 100 камазов ну примерно так и получилось также вот где гараж там три сосны стоят раньше около этих сосен овраг овраг не глубокий там буквально полтора-два метра тоже как бы посмотрел я думал что камазов 12 надо будет чтобы засыпать в итоге 47 камазов ушло как человек мне и сказал что перед примерно 50 камазов то есть ну мы обыватели как бы думаем что один камаз это ого-го сколько и камаза эти были ну настоящие не один к 43 моделька то сейчас там напишет вот ну то есть вот примерно такая ситуация никит давай посчитаем денежки сколько такой дом обходится по содержанию в месяц вот я имею ввиду вода электричество ну и по сути все у тебя газа нет канализации центральной нет поскольку тут все на электричестве в доме вот соответственно основные выплаты это счета за электричество ради интереса я вот записал в мае у меня было 800 рублей за самый холодный месяц зимой у меня самая максимальная сумма получилась вот февраль 4600 рублей вот обратите внимание как интегрирована кухня вот такой легкий минимализм потому что сверху нету никаких дополнительных шкафов все спрятанным по низу с одной стороны смотрится круто с другой стороны но вот я никите гуники стоишь ты готовишь кто-то залетает открывает дверь здесь даже уже ослик специально висит чтобы ослик тебя защитил на мой взгляд недоработано ты по этому поводу что думаешь ну поскольку я живу один то дверь внезапно навряд ли кто-то будет открывать поэтому но не устраивает а не думал например отсюда туда ее поставить изначально нет поскольку чаще я пользуюсь мультиваркой у плиты стоять мне нет необходимости поэтому включил вытяжку включил мультиварку ушел все ослик приземлиться прям вот чтобы не долбить стол в общем смотрите друзья вот такая у нас получается картина на первом этаже сейчас мы с вами отправимся знаете куда мы сейчас с вами отправимся в подвал а после этого пойдем сходим на второй этаж еще бонусом никита покажет нам свой гараж так ну что друзья черепашки ниндзя спускаемся потихоньку об подвальчики прохладно так ну что первым делом вижу поначалу я когда слез я подумал то что сырость как будто знаете вот после дождя это грунтовка но визуально кажется так как будто здесь вода на самом деле ничего нету в подвале прохладно но мы по сторонам смотрим деталями камеры покажем перебивки нигде вроде как никакой сырости потеков ничего нету все сухо все аккуратно сделано здесь у нас что здесь насосные станции ну вот рекомендую кто живет в своем доме такие вещи как насосные станции бойлер для воды ну жизнеобеспечение по возможности дублировать вот я две насосные станции сделал что если чего можно переключиться на другую и в общем не испытывая дискомфорта с водой ну слушай у тебя здесь так все продумано грамотно сделано то что спускаешься у тебя здесь дополнительно баночка то одна стоит с помидорками здесь какой-то тут сопутствующий нужный мусор лежит правильно ну да фильтра и вот в зимнее время то есть никогда у тебя там осенью весной здесь вода ниоткуда никогда не бралась сухо всегда то есть не зиму то есть продукты открыты летом соответственно на зиму они закрываются через них как бы вентиляция идет вся проводка на видном месте все естественно где-то это подписано то есть каждый кабель за что отвечает и все это прекрасно знаешь ну да при проводке все это схема у меня есть но важно понимать друзья что дом строился при нем он все это прекрасно знает вот так вот купишь дом иной раз и чё красный означает а что черный то есть понятно дело что должен быть счетчик где это все подписано но фишка в том то что когда это все было сделано при тебе конечно лучше чувствуешься хозяином дома то есть ты пришел так это у меня там это у меня там ну круто же ну вот соответственно задавали вопрос по поводу полы гниют не гниют снизу сухие они вы видели тут соответственно тоже все все сухо то есть ну какие могут быть с ними проблемы если подвал продувается пленки все проложены правильно по технологии я думаю что право это потому что тебя сделала все хорошо мы ездили смотрели дома под которыми вода любое дело если вода там под домом до любое дело если сделать через жопу то она выйдет плохо соответственно вот это важное про основной принцип мы мы как так сказать и запишем идем дальше здесь у нас дополнительный предбанник перед вторым этажом здесь 2 щиток у тебя идет вот это что такое электролюкс это вот говорил я про рекуператор то есть соответственно система вентиляции приточно-вытяжная которая имеет теплообменник установлен короб такой под потолком в туалете и короба вентиляции расположенные в стенах идут соответственно на комнату первого этажа приточка и вытяжка и на втором этаже также есть приточка и вытяжка то есть соответственно мы его когда включаем начинается вентиляция в доме и эта вентиляция она соответственно у нас тепло не наружу дома выгоняет а сберегает тепло но в последнее время мнение как бы разнятся есть смысл нету ну я считаю что ну как бы себя она купит если там человек пользуется ей часто то себя она купит вот такой у нас туалет у нас здесь идет бойлер котел стиральная машинка то есть все сделано смотрите вот пространство в целом не сжирается реально здесь такое ощущение как будто чего-то еще не хватает что нужно еще что-то поставить так например там вещи куда грязные скидывать но это уже знаете отдельно это как говорится каждый из вас сам что-то придумывает что можно было картину повесить карту к нему жучку положить чтобы можно было почитать изучить в общем сделано все грамотно а как вы считаете напишите ваше мнение в комментарии мы идем на второй этаж вот лестница про которую наверное сразу первый комментарий который всплывает у вас в голове что лестница то крутовато и никита это слышит чаще всего говорит друг приходил задал вопрос а как ты на эту лестницу в 90 лет подниматься будешь друзья здесь все на самом деле продумано с точки зрения того что никит расскажи-ка сам почему то я сделал такую чтобы пространство не жиралась ну да если мы сделаем соответственно лестницу более пологую то при входе вы увидите так что будет гораздо тяжелее пользоваться шкафом для обуви да и так будет потолок ниже ну а так мне неудобств не доставляет то есть если помнить про то что лестница у вас не супер пологая и держаться за перил то все будет ни разу еще не съезжал на задницу вот добавлю сюда с точки зрения минуса от каркасного дома что если бы в доме были бы дети и постоянно бы кто-то бегал с первого этажа на второй то это было примерно вот так этот опыт и гогот ну понимает а вот это вот от ног в какой-то момент это может напрягает но в тот же момент тут никита правильно говорит под кого дом строится под кого-то или под себя он сделал для себя поэтому у него никто не бегает он спокойно поднимается и все но при этом получается довольно таки большое пространство что со второго на первый этаж когда стоишь ну поймите правильно 100 квадратов но дом ощущается по площади больше первый вопрос который хочется задать ты наверное какой-то клининг заказывал по нашему приезду у тебя все настолько чисто вот стандартный минус частного дома про который частенько может видеть комментарий надо постоянно убираться у тебя все вылизано я даже знаешь чем беру так вот а пыли нету все чисто как часто ты проводишь уборку в доме ну у кого финансы среднестатистические то клининг соответственно это вот две руки и соответственно берем проводим ну там по как говорится по мере необходимости то есть не сказать что часто вот робот-пылесос соответственно первым на втором этаже убирает а пыль протереть там тут немного пыли рядом дороги такой проходной нету которая постоянно пыль подымает заметил что на первом этаже у тебя есть телевизор здесь его нету ты бишь сюда можно прийти наверно книжку почитать отдохнуть а с другой стороны ты наверно на этот диван так а после рассадился ну да комната используется как проходная диван больше так сказать занять пространство стоит поэтому кроме медведя на нем редко кто сидит в общем друзья обращайте ваше внимание как это сделано поэтому это пространство можно по разному обыграть сюда можно было какой-то компьютерный стол поставить используя с точки зрения рабочего пространства здесь выводы делать вам мы заходим в спальню вот посмотрите как сделано комната действительно большая ничего лишнего нету вот просто никаких шкафов ты пришел большая кровать не телевизора я спрашиваю никита как спать ты ложишься я уже привык знаешь какой-то фон должен быть а здесь окошки закрыл тишина красота поблизости есть сосновый бор соответственно воздух по идее после дождя особенно если окошки открыты ну тут расчищены и самое главное что прикольно значит ты просыпаешься у тебя любимая качата поймут станга стоит прям в комнате регулярно занимаешься ну да но в основном спортзале так тут тоже сотку на сколько ну по-честному по честно 50 узкая тема как бы те кто немного понимает тут собственный вес важен 78-80 ну на 21 это рекорд напишем в комментариях что врешь все в общем прогуливаясь по твоему дому я могу сказать одно что визуально вот так вот с учетом того что дому больше десяти лет ну 9-10 лет как-то слишком все круто сделала то есть и как-то все сохранилось так хорошо такое ощущение кого знаешь кого-то дому там год-два его специально был построен как выставочный а ты занимаешься продажей домов и типа ребята ссылка в описании покупайте дом какие-то косяки по дому ну неужели прям ничего нету вот и прописал говорил то что но есть вещи которые ты бы переделал чтобы это переделал переделал бы может быть теплый пол бы сделал все таки но опять же это не то что необходимость это так из может быть возможных желаний а косяков как таковых то есть просто повезло с человеком который занимался строительством который был главным вот два человека строила оба нормальные Который был, соответственно, главным пристройки Ну, порядочный человек, что бывает, я не знаю, раз из тысячи, наверное, встречается такой случай Но, как бы, вот огрех, как таковых, я за все время не могу Дом не продаю А по коммуникациям, вот было такое, что что-то ломалось Вот многие боятся своего дома, потому что, а вдруг что? Вот что у тебя за это время случалось, то, что ты можешь вспомнить? За это время один раз меняли тен в бойлере, который в туалете установлен Соответственно, ну, это одна поломка И вторая поломка, бойлер, который установлен для кухни там на 10 литров Вон тоже бойлер накрывался и пришлось покупать другой Все, больше как бы... Ты еще рассказывал о том, что когда была вот зима как-то, был ледяной дождь У вас же здесь все на электричестве, и у вас там три дня вот здесь не было электричества Как дом функционировал без него? Ну, обогреватель, который газовый, соответственно, в магазинах продаются такие керамические обогреватели С газовым баллоном Его ставишь, он 4,5 киловатта выдает И, в общем-то, проблем нету То есть, за три дня я им пользовался буквально там несколько раз Вот, и... Ну, единственное, что при пользовании такими обогревателями надо организовать вентиляцию в доме И все, для безопасности Вот здесь у тебя, получается, зона барбекю Не было желания поставить какую-нибудь верандочку, беседочку? Ну, я пользуюсь не очень активно, поэтому... Ну, так-то мысли были, но пока воплотить их пока не воплотил То есть, пока хватает Самый интересный момент здесь, это вот эти два люка Это, получается, у тебя канализация, которая у тебя от дома выходит вот сюда, правильно? Как она сделана? Бетонные кольца 3 с переливом в 2 Вот этот септик, так называемый, как часто его нужно откачивать? Ну, я пока ни разу не откачивал проблем пока никаких За все в 9 лет дома? За все время эксплуатации, но учитывая, что живу один У знакомых живет 3 человека Тоже за 5 лет, когда я вот узнавал по этому поводу, ни разу не откачивали То есть, и запаха постороннего никогда отсюда не бывает? Нету, я думаю, что это еще зависит от почвы То есть, тут почва песчаная и, соответственно, грунтовых вод особо нету Соответственно, если у кого-то грунтовая вода стоит на штык лопаты, если копнешь, то такой вариант исключен Я думаю, так Мы перемещаемся с вами к гаражу Обратите внимание, размер гаража 6 на 8 Отдельно подъемные ворота, в которые можно заехать Здесь сделана площадочка из бетона Когда делал? Два года назад примерно Вот твои наблюдения по поводу бетона Ты сам на это сделал акцент То, что он уже потихоньку начинает разваливаться Как надо было делать, чтобы не разваливаться? Да, вот отсмотрел видео Значит, насколько я понял, когда заказываете бетон Надо обговаривать, что будете заказывать для тестов кубики и пирамидки, короче Которые потом пойдут на тест бетона И, соответственно, говорить, что под бетононасос это все делается Тогда более ответственно производитель подходит к этому Ну и, соответственно, сделать тесты и, если что, уже, как говорится, разбираться с ситуацией Чтобы такого не было ни у кого Сколько денег вот обошлось все это удовольствие? Получается, раз у тебя площадка, фундамент под гараж Гараж у тебя, в принципе, тоже имеет второй этаж Гараж у тебя, подчеркиваю, неотапливаемый Он сделан из чего? Просто USB обшито, без утепления, без ничего То есть он просто сделан так, чтобы с возможностью дальше его утеплить И сделать внутри отделку Но на данный момент он просто холодный гараж, обычный 2019 год Ну, примерно, 18-19, да Ценник То есть вместе с откатными воротами под 900 тысяч примерно это вышло Ну, вот, немало Пойдемте зайдем в гости, посмотрим, что тут у нас в гараже Друзья, вот такая вот красота встречает нас здесь Тоже все чистенько Не хватает, конечно, полочек, чтобы тут это доделать Но, с другой стороны, все в процессе Альмера, какого года? 2007-го Друзья, приятно был удивлен, когда пришел А мне Никита говорит, знаешь, а ласточка-то моя на газу Сколько у тебя средний расход получается по ней? 10-11, в зависимости от езды Купил ты ее, ну, года три назад По цене 350 тысяч То есть, смотрите, 10-11 литров на газу Это примерно сегодня 26 рублей, да, газ? 26,70 Ну, 260-тире, там, ладно, давайте вкруг возьмем, там, по максимуму 300 рублей И минимально, там, 250, если не знаю, какая-то трасса будет В дальнейшем планы какие-то есть по гаражу? Что будешь делать? Ну, пока что никаких нет То есть, делал с возможностью дальнейшего утепления Пока что таких надобностей не ощущаю Поэтому, пока что вот так На мой взгляд, гараж сделан из серии 5 баллов С точки зрения даже хотя бы размеров Вот знаете, мы, например, когда покупали дом У нас тоже был гараж Там, что-то по ширине 3,30 Это такая картина, когда ты заехал И просто даже дверь полноценно открыть не можешь А здесь ты приезжаешь, вот, открыл машину У тебя все Можно спокойно выйти, разгрузиться, загрузиться В этом плане без проблем Здесь же в гараже, если надо Какие-то дополнительные морозильные камеры Ну, если дома не хотите что-то хранить То, я имею в виду, с точки зрения продуктов Можно это, запастись так То, что никуда не выходить отсюда вообще А на втором этаже что-то есть? Ну, там для хранения организовано В основном площади Ну, да, очень большое пространство То есть, сделано с точки зрения удобства Мне кажется, оптимально Никит, мы потихоньку с тобой приближаемся к завершению Вот давай здесь подведем общие такие вопросы С точки зрения быта Вот проживая здесь, в этой локации Тебя все устраивает с точки зрения инфраструктуры Для тебя конкретно? Ну, почти все устраивает, да Ну, чего не хватает? Электричество, как говорится Ну, перебои с электричеством бывают Но с годами вроде получше становится Поэтому я думаю, что со временем Будет как бы приближаться к 100% удовлетворение Ответь сразу на популярные комментарии серии Ты врун, все скрыл, не рассказал правду Что-то ты там условно, может быть, прорекламировал Или я прорекламировал по-честному Домом доволен? Домом доволен Все как сказал Для тех, кто думает иначе Ну, зачем переубеждать человека? Пусть думает иначе Мыши писали люди в комментариях Мышей за все время я не видел Если дом строится по технологии Соответственно, все парадухи Все снизу там Если у нас в винтовых сваях дом Если снизу закрывается все металлической сеткой Соответственно, мышь не может туда проскочить Содержать и ухаживать дом Газон стричь зимой, снег расчищать Как это? Напряжно? Да, вот люди делятся всегда на тех, кто хочет иметь дом И кто хочет иметь квартиру Вот для тех, кто хочет иметь квартиру Я скажу, что я вчера вот тут вот С газонокосилкой, допустим, бегал Зимой я бегаю с лопатой, чтобы расчистить Поэтому нафиг этот дом А кто хочет иметь дом Соответственно, я скажу, что Ну, в общем-то, участок красивый Природа, ну, приятно Поэтому два лагеря Пусть будут двумя лагерями и все Еще сюда можно добавить Что опять же, здесь есть над чем трудиться Есть куда деньги вкладывать по-хорошему Ну, первое, гараж надо доутеплить Да, довести до ума, скажем Поставить какую-то, возможно, беседку красивую Потом можно еще что-то сделать У тебя здесь как бы пространства достаточно И, соответственно, куда потратиться Всегда есть И вот так вот на одном дыхании Пролетел этот сюжет Друзья, показали все как есть Человек мне незнаком Пригласил в гости За что ему огромное спасибо Очень приятно Приезжать, посмотреть, как люди живут Как у кого сделана какая планировка Послушать независимый отзыв Я знаю, что сюжеты с негативом Заходят почему-то лучше Людям нравится Когда у кого-то что-то не получилось В общем, если вдруг Вы где-то заказали себе дом Вам его построили И все не так, все неправильно Пишите, звоните Рад буду приехать Показать вашу жизнь Но в любом случае Естественно В частном доме что-то есть Куча людей, которые скажут Да нафиг это надо За этим следить За тем Свой дом Это так все Дорого строить В общем, друзья Человек в 2011 году Начал строительство Вы все цены услышали Понятное дело Что сегодня С нынешними ценами Все это будет стоить Гораза дороже Вопрос опять же Насколько дороже Дом можно построить 200 квадратов Можно сделать 80 Можно часто купить Поменьше Подешевле Подальше Здесь куча моментов По которым нужно бить По калькулятору И считать в первую очередь Ваши денежки У кого на что есть У кого-то накоплений За 10 лет миллион А у кого-то за месяц миллион В общем, вы это все прекрасно понимаете Но факт в том Что вот здесь Я понимаю одно Ты утром вышел Чай налил У тебя зеленая травка Свежий воздух Здесь действительно тихо В принципе, вот дорога Такая не особо активная Но действительно Место хорошее Подписывайтесь обязательно на канал Потому что дальше Будет выходить больше роликов На разные темы Я люблю снимать Я люблю монтировать Мне нравится Что вам нравится канал И те сюжеты Которые я делаю Ваше мнение Высказывайте в комментариях Все контакты со мной Включая электронную почту Остаются также в описании Есть идеи Пишите Буду ждать Я надеюсь, вам этот ролик понравился Ставьте лайки Ставьте дизлайки До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok